Учиться определять ориентировочный состав материала, исходя из того, что обращать внимание на внешние признаки, воздействовать на металл какими-то веществами или инструментами и с помощью этого получать информацию, что это же это у нас за материал, для чего это нам нужно. Когда деталь у нас новая и когда у нас есть о ней информация, мы всегда с вами можем ее взять, то есть, допустим, мы пришли на завод, у нас есть емкость, нам говорят, что 12Х18Н10Т, все это замечательно, пищевая сталь, требования такие, скажем, 06847НБ, отлично подойдет, все. Но когда мы приходим на завод, деталь отработал там не один десяток лет, дядя Ваня там или дядя Петя говорит, вот есть деталь, надо сварить там трещина там или подварить что-нибудь, какой материал, я не знаю, вот знаем, что такая-то среда, так-то она работает и так далее и тому подобное. И тут вы начинаете решать вопрос, а с чего она сделана, что за материал и потом встает вопрос, каким материалом мы ее варить и что и как делать. И для того, чтобы решить эти вопросы, был подготовлен следующий вебинар, то есть, определение интерьерочного химического состава стали, то есть, по внешним признакам и воздействиям на него. Вот, приступим к вебинару, вступление я пропущу. Начнем мы с вами данный вебинар непосредственно с определения марки стали по рекомендательным таблицам. На самом деле, это таблицы давно разработаны, только мы их будем использовать наоборот, то есть, зеркально. Данные таблицы служат конструкторам для выбора того или иного материала при проектировании конструкции, узла или какого-то агрегата. То есть, он пытается там что-то спроектировать, он открывает эти таблицы, они называются «Выбор материала по определенным признакам». Они есть в конструкторской документации, в справочниках, но если кто сталкивался, есть такой справочник под редакцией «Анурьева», он в трех томах. Это примерно вот такие вот три книги. И там есть эти рекомендательные таблицы. То есть, конструктор проектирует, открыл эти таблицы, посмотрел, исходя из требований к конструкции, выбрал себе материал и заложил его в конструкцию. Что мы можем делать? Мы будем делать обратное. То есть, у нас есть конструкция, есть условия работы. И мы будем по названию узла, условию работы, по этим таблицам можем подобрать, какой же там будет ориентировочный материал. Сейчас я вот открыл слайд. На нем пример таблицы назначения конструкционных стадий. То есть, как работает конструктор. Он берет эту таблицу и смотрит. У него деталь, допустим, крышка какая-нибудь или прокладка. Он здесь ее нашел, выбрал сталь, допустим, сталь 3. Мы же действуем обратным способом. Мы решаем, что у нас такое. Ну, скажем, рычаг. Мы находим в этой таблице рычаг. Вот нашли. Смотрим. Здесь марка сталь. Сталь 35. И обычно рекомендована сталь без термической обработки. И на основании этого мы можем сделать, что? Возможно, эта конструкция, скорее всего, сделана из такой-то стали. Это вот такой метод, основанный на рассуждении. Данных таблиц достаточно много. Следующий пример покажу. На основе, скажем, марок чугуна. То есть мы, допустим, с вами пытаемся найти, из чего сделано какое-то зубчатое колесо. Мы вот открываем эту таблицу и начинаем вот здесь изготавливаемые детали искать. Ищем, ищем и находим зубчатые колеса. Вот, можем прочитать требования к детали. Условие напряжения при изгибе примерно до 50 мм. Но это вам особо ничего не скажет. И смотрим марку чугуна. СЧ-30. То есть мы понимаем, что это, скорее всего, серый чугун. Скажем так. Ну или вообще какой-то там чугун. Эти таблицы являются рекомендательными. О чем это говорит? То есть для конструктора, чтобы он там не мучился, голову не ломал, там какой же материал применил. Он открыл эти таблицы, посмотрел и выбрал материал. Не факт, что он применил именно этот. Но эта таблица и метод рассуждения вам помогает склониться к тому, что эта деталь изготовлена либо из этого материала, либо из этого. То есть это уже сужает круг ваших мыслей и действий, которые вы будете применять по определению. То есть надо понимать, что если это какая-нибудь станина станка или какая-нибудь такая большая емкая деталь, которая используется на прессе или на гильотинных ножницах, то это, скорее всего, будет изготавливаться из чугуна. Почему? Чугун очень хорошо работает на сжатии. Во-вторых, чугун достаточно дешевый материал. Поэтому его из-за этого в основном и применяют, и применялись. Скажем, если это задвижка, то это тоже она будет чугунная, потому что дешево и просто. Это первый метод, по которому можно определить. То есть надо подумать, из чего сделана, может быть сделана эта деталь, где она применяется и воспользоваться данной таблицей. Данную таблицу можно, я как уже сказал, взять в книжке Ануриева, если немножко покопаться. Там есть данные таблицы и применяемость по сталям, по нержавейкам, по жаропрочным, алюминиям, медям и многим другим материалам. То есть это может вам облегчить в определенной степени работу и по определению материала, который вы собираетесь варить или не знаете, чем варить. А чтобы варить, надо определить, что же это за материал. Следующий это определение марки стали по цвету. Я не хочу сказать, что прям вы взяли любой материал и сразу определили, вот это такая-то сталь. Ну, как вариант, можем с вами попробовать. Вот я сейчас покажу образец. Напишите мне, пожалуйста, какая это сталь. Но пока вы будете писать, что это за материал по вашим предположениям, я продолжу примеры, как этим можно пользоваться. То есть, если это у нас, ну скажем, серый чугун. Вот табличка наименования материала. Еще раз показать. Отлично. Сейчас покажу. Показываем. Под разными углами. Надеюсь, видно. Жду ваших ответов. Вот. То есть, это таблица. Вот. Допустим, серый чугун. И смотрим на его внешний вид. Если он не обработанный. Если деталь долго достаточно у нас работала, то она у нас будет покрыта маслом. Как обычно, загрязнена. Надо удалить это все и посмотреть на поверхность. Если это чугунная деталь, то она будет слегка такой бугристой. Так как чугун в основном дьют у нас в земляные формы. И поверхность будет бугристой. Такой темно-серой. Если долго работал, ну скажем, в какой-то там среде такой, как жидкостной, агрессивной, то ржавый. Если немножко обработан напильником, то будет светло-серый и достаточно гладкий. Это вот как пример логического рассуждения по цвету. Так. Значит, теперь возвращаемся к нашей детали. Нет. Это не чугун. Это обычная сталь. Евгений Самара написал, и Виталий правильно. Да, это сталь-3. Самая обычная, самая дешевая, которая только применяется у нас в промышленности. Вот как бы можно так определить. Давайте попробуем еще раз. Вот этот материал. Это уже поинтереснее. Могу даже шепчик показать. Так, жду ваших следующих ответов по этому вопросу. Вот, значит. И на основании цвета материала можно определять. Скажем, если это медь, то у него будет красный такой оттенок. Все, я думаю, видели медь. Если взять, ну, электроды, скажем, 390, вот, и посмотреть на его кончик, то цвет, вот, в миде, вы сразу увидите. Если, как бы, материал свежий, то цвет будет такой ярко-красный, такой ближе к оранжеватому. Если материал долго полежал, он такой будет красно-коричневатый, ближе к коричневому. А если материал лежал очень долго, мох окислится, то на нем появятся, допустим, такие зеленоватые разводы. Ха-ха, Виталий, вы хитрец. Это, кстати, еще один способ. Вот, то есть, такими способами можно определять. Вот ваша я ошибочка. Вот это. Вот это нержавейка. А это алюминий. У нее более такой глухой звук, если уж вы хотите определять по звуку материал. Кстати, по звуку тоже можно определять материал, но это достаточно сложный процесс. Поэтому, как бы, надо понимать, что не всегда у вас можно, как бы, определить это с помощью звука. Но, как бы, как вариант, да, можно воспользоваться определением стали по звуку. С этой точки зрения вам на выручку может пройти простой пример. Если взять обычный топор, которым рубят дрова, взять его за ручку и по стальной поверхности слегка ударить металлом, у него будет такой распространяющийся, как у камертона, звук. Если вы возьмете алюминиевую деталь, ударите, у нее будет такой глухой звук. Если возьмете медь, ударите по ней, у нее практически, ну, не будет как такового звука, она как бы, ну, поглощать будет. Да, топор только каленый. Обычная черная сталь, она не будет так звенеть. То есть, надо обращать внимание на материалы. Имея, допустим, определенный опыт, который со временем у каждого, я думаю, у большинства уже есть, кто-то его продолжает накапливать, кто-то совершенствует, можно постоянно узнавать что-то новое, как определить ту или иную марку материала. То есть, вот, как пример, определение по цвету, там, по качеству поверхности еще можно определять. Вот даже берем тот же алюминий. Поверхность у нас гладенькая всегда будет. И сам алюминий у нас вот имеет такой серебристый цвет. Дальше мы, допустим, возьмем вот ржавеющую сталь. У нее поверхность такая, ну... Если это горячекатанная с последующим травлением, нержавейка, то у нее поверхность будет, как сказать, вот... Ну, не пористая, а иметь такие небольшие неровности. И сам материал будет достаточно матовый. Да, Виталий, я согласен. Об искрах мы поговорим, но чуть попозже. В данный момент мы сейчас разговариваем с вами о цвете и определении материала непосредственно по цвету. Это говорит о чем? Да, что определенные материалы можно определить взглянув на него. То есть, исходя из этого, можно составить определенное представление, либо часть материалов, скажем, отместить. То, что, допустим, если серебристая поверхность, то это, можно так задуматься и сказать, это либо, скажем, нержавеющая сталь, можно, допустим, предположить, что это титан и алюминий. То есть, у вас круг сузился. Попробовать в магнитном вы можете там, допустим, если это алюминий, то вообще круг кардинально снизить. Уже в меньшую сторону. Вот мы с вами дальше смотрим таблицу. Вот также написано, что нержавеющая сталь, блестящая, либо матовая, серебристая поверхность, как Виталий уже и говорил нам. И обработанная блестящая серебристо-серая гладкая поверхность. То есть, видно, что мы напильником, скажем там, или наждачной бумагой потерли, поверхность стала более яркой и более гладкой. Медь у нас вот от красного до коричневого, с возможностью зеленоватым оттенком, если потереть, то блестящая медная такая красный оттенок поверхность. Но надо опять же понимать, что каждый материал у нас, мы точно сплав не знаем, мы можем предположить, в какую сторону нам смотреть, и ориентировочно какой-то будет у нас материал. Следующий способ. Тест на напильник. Достаточно интересный тест. То есть, для этого теста мы с вами берем заготовку, ну, скажем, тот же алюминий, и начинаем врезаться в него напильником. То есть, грубо говоря, точить. И, исходя из показателей, мы с вами можем сделать примерное представление, что же это за материал. Если просто сразу взять и начать делать, то можно как бы, ну, не совсем верно определить материал. Я вам сейчас скажу основные принципы, которые я смог найти и сюда вставить. И на основании их можно делать определенные выводы. То есть, если сопротивляемость материала к обработке нет, напильник врезается в металл легко, приложение усилия практически не требуется. То это у нас нелегированные и низколегированные стали. Твердость примерно 100 HB. То есть, мы берем напильник без усилий, просто точный материал. Если у нас сопротивляемость слабая, напильник врезается в металл, и, однако, требуется приложение, ну, сравнительно небольшого сия. То есть, слегка надо на него надавливать. Это средние углеродистые стали, твердость примерно 200 HB. Если у нас сопротивляемость металла средняя, напильник врезается в металл, но требуется приложение среднего по величине усилия. Это высокорегированные стали, твердость примерно 300 HB. Если сопротивляемость высокая, металл обрабатывается большим трудом, требуется прикладывать довольно большое усилие, это высокоуглеродистые стали, примерно 400 HB. И очень высокая, это вот, как пример, сталь примерно с самого напильника. Напильник оставляет след, прочность почти такая же, как у напильника. То есть, грубо говоря, напильник скользит по этой поверхности, он не врезается. Юрий не совсем понял насчет Huawei. То это у нас инструментальная сталь, твердость порядка 500. Можно, как пример, сказать, что низко нелегированный и низколегированный сталь, это где-то, будем говорить, наша сталь 3, ну, 0,9 G2S. Среднеуглеродистые, ну, сталь 20, сталь 30, где-то в этом диапазоне. Высоколегированные, ну, это что-то типа 12H18N10T и им подобные. Вот высокоолегированные. Высокоуглеродистые, но здесь уже, наверное, что-то ближе к Q8, Q10. Ну, и инструментальные стали, это, ну, достаточно такие твердые стали, которые применяются уже для производства непосредственно самого инструмента. Магнитный тест. Я думаю, этот тест пробовали достаточно многие и практически все понимают, к чему он ведет. То есть, суть теста заключается в чем? У нас есть магнит, мы его начинаем подносить к металлу. То есть, грубо говоря, вот магнит, вот металл. Мы его к нему подносим. Если магнит к металлу магнитится, то это нам говорит о чем? Что это у нас нелегированная сталь, типа сталь 3, сталь 10, низколлегированная сталь типа 0,9 G2S и им подобные, ферритная сталь типа 430 или 430T, мартенситная сталь типа 40Х13 или сталь 40Х13 и им подобные. То есть, я привел пример, какие это могут быть материалы, из каких разделов и из каких стали. И если это не магнитный, то, во-первых, это все медные материалы, все латунные материалы, все алюминии. Также это может быть сталь типа IC304, ну, по нашему 08Х18Н10Т, 316-я сталь и все стали 300-й серии. Также марганцевая сталь, но тут есть небольшое но. Надо понимать, что легирующие элементы, такие как никель, марганец и кобаль, при определенном содержании существенно снижают магнитные свойства материалов, но они полностью их не удаляют. То есть, тут еще все зависит от того, какой вы будете применять магнит. То есть, я сталкивался с тем, что берешь обычный магнитик, грубо говоря, из колонки и прикладываешь его к нержавеющей стали, он так совсем слегка-слегка магнитится. Ну, то есть, видно, что да, это нержавеющая сталь. А мне приходилось работать со специализированными магнитами, которые применяются на специализированных производствах, но их покупали для того, чтобы вставлять в кондуктора, чтобы они там намагничивали стальную деталь. Они, магнит сам имел диаметр примерно 10-ти рублевой монетки и толщину в 5-7 миллиметров. Так вот, этот магнит выдерживал пластину весом 1,5-2 килограмма, стальную, один. Его оторвать достаточно было сложно. Если этот магнитик приложить уже к нержавеющей детали, туда, куда вы прикладывали обычный магнит, то этот магнит уже будет магнититься намного сильнее. И можно даже подумать, что это не нержавеющая сталь, а какая-то такая хитрая даже, ферритная или мартенситная. Тут надо понимать, что лигирующие элементы, они ослабляют магнитные свойства. И как вариант, чтобы не ошибиться, что надо сделать? взять обычную черную сталь, пластинку, приложить магнитик к ней, ощутить, как он примагничивается к этой детали, легко или тяжело, и потом приложить это же к нержавеющей детали. Вы сразу поймете разницу. Юлия, ресурс магнитится чугунной, но бывают такие случаи, когда да, чугунный магнитится, сталкивался. Так, значит, это у нас был магнитный тест. Следующий тест, тест на зубило. Тоже такой достаточно интересный тест, готовя этот вебинар, я вот с ним познакомился. Что мы для этого делаем? Мы берем зубило, берем молоток, зубило располагаем поверхности под углом примерно 30 градусов, вот как показано на рисунке, и наносим удары по зубилу, стараясь снять стружку, но как бы тук-тук-тук, и чтобы как бы у нас стружка снималась. Если при рубке образца образуется длинная непрерывная стружка, то это нелегированная сталь. Я также сказал бы, что это может быть и обычная сырая сталь, или допустим медная сталь, не медная сталь, извините, медь, алюминий и так далее, и тому подобное. А если при рубке стружка не снимается, материал вырубается в виде небольших осколков с толстыми краями, то это чугун. То есть данным способом можно отличить чугун от другого обычного материала, скажем, от обычной стали или еще от какого-то. Я не говорю, что тут можно точно, но на основании этого можно сделать представление о материале. так, вот Виталий у нас говорил, что более точно можно материал стали определить по искре. Да, действительно, есть такой тест, он называется тест на искру. То есть, в чем заключается суть этого теста? У нас есть абразивный круг, или наждак, или болгарка. Мы болгаркой касаемся образца. То есть, если мою стрелку принять за образец, а вот этот круг за вращающийся наждак или болгарку, мы поднесли образец, к кругу у нас начали выделяться искры. И по внешнему виду этих искр мы можем сказать, что это материал. Вот на данном слайде я просто предоставил несколько видов искр. То есть, так выглядят искры от белого чугуна, так от серого, от низкоуглеродистой стали, от высокоуглеродистой стали. Здесь от быстрорежущей, нержавеющей, вольфрама, кобальтового сплава. Но также могу сказать, что от никелевого сплава искры будут примерно такие же, только длина факела будет намного короче. Теперь немножко поподробнее, как же это трактовать. Я не всем перечислил материалы, просто для примера привел вам, что можно определить поискре. Если есть необходимость в данной таблице, вот как здесь с пояснениями, напишите, кому надо, я вышлю данную таблицу, там будет данная картинка, марка стали и пояснение к этому рисунку. Как надо этим пользоваться. вот вы приложили материал, вот у вас есть искры. И читаем пояснение. Искры светло-желтые с маленьким количеством разветвлений. То есть мы смотрим, вот разветвлений достаточно мало. Давайте так, здесь в чат не пишем, напишите либо на почту, либо на мой скайп, и я вам предоставлю такую таблицу. Хорошо? Разветвлений мало, с малым количеством разветвлений, небольшое количество удлиненных звездочек, кончики нитей острые, в середине некоторых звездочек имеются красно-желтые слабые пучки. В начале искры имеют красноватый желтый пучок от прикосновения заготовки к абразивному кругу. То есть вы смотрите на искры, смотрите пояснение и можете сделать, что на данном рисунке показано сталь 10. смотрим следующий рисунок, мы видим, что тут уже звездочки сильнее раскрываются, это уже сталь 10 или сталь 20. Дальше продолжаем смотреть нашу таблицу с увеличением углерода у нас изменяется немножко вид факела, звездочки раскрываются, появляются изменения и на основании этих изменений мы можем с вами делать представление какой же это у нас материал. То есть тут надо понимать, что тут нужен определенный опыт. Как пример можно если кому-то не лень со временем можно собрать небольшой набор грубо говоря образцов. То есть вы точно знаете, что этот кусочек металла допустим сделан из стали У8 или У10. Ну вы там отрезали себе небольшую пластинку там толщиной допустим 5 мм к примеру там 10 на 10 см подписали ее У8. Ну и так таким образом можно накопить небольшой такой саквояжик с определенными марками материалов и допустим приехали не знаете что это за материал. Вы берете эту пластинку на наждак там допустим или болгаркой попробовали посмотрели какой у нее факел у вас есть который вы определяете если факелы у вас совпадают по внешнему виду значит вы можете сказать да это марка У8 или У10 если они совпадают то либо смотрите по таблице ближе к чему это можно также если у вас есть образец какой-нибудь точно так же попробовать и посмотреть насколько они совпадают и исходя из этого сделать что да вот это такой-то материал то есть как бы некоторые с людьми даже пересекался у кого глаз набит они просто определяют по искрам что да это такой-то материал но я думаю Виталий в этом преуспел достаточно а кто-то пользуется образчиками что он попробовал образец совпадает не совпадает у него есть определенный но он там до конца не помнит но можно пользоваться так вот тут показано аустенитная сталь и мартенситная сталь разница тоже нержавейки тест на содержание молибдена этот тест у нас химический он позволяет у нас просто определить одну нержавейку от другой если мы обратим внимание на первый слайд и на второй слайд мы увидим что нержавейка что 316 что 304 по внешнему виду практически похоже ну допустим нам по какой-то причине требуется определить содержит ли тот или иной материал молибден надо определить надо что мы делаем мы берем наш тестируемый образец и производим зачистку поверхности до металлического блеска наждачной бумагой мелкой ну там первый ну второй наверное то есть мы взяли вот тут какой-то кусочек зачистили скажем 2 сантиметра на 2 сантиметра потом мы берем специальный реагент я вот знаю 2 мол дробь 960 декапила 304 316 мы капаем на поверхность где зачислили этот материал и удерживаем 2-4 минуты если на поверхности на которую мы повоздействовали нашим реагентам появились темные желтые пятна вот как на этом образце то это стали содержащие молибден то есть нашим допустим 316 316 L 444 904 или 2205 если же у нас не произошло изменения ну скажем вот как на вот этом рисунке то есть вот видите пятнышко есть от воздействия но цвет не поменялся на коричневый то это стали не содержащие молибдена то есть это допустим ну скажем наша 304 нержавейка или по нашему 08 H18 N10 то есть это обычная пищевуха также с помощью теста можно определить содержание молибдена и в других сталях содержание примерно этого молибдена ну можно определять 2 и более процента то есть можно допустим в черных сталях узнать содержит молибден или нет следующий раздел мы будем говорить определение алюминиевых и магниевых сплавов вот это тоже достаточно интересно частенько я думаю сталкиваетесь и не знаете какой это алюминий там AMG AMC дюрали магний и так далее и тому подобное данный раздел поможет вам сориентироваться в этом первый как мы уже говорили визуальный тест на алюминий и магний то есть все алюминии делятся на литейные и деформируемые то есть литейные это те которые мы получаем литьем а деформируемые это те которые можно согнуть и те которые можно согнуть они у нас представляют обычно листовой металл вот если у нас деталь осматриваем нами изготовлена методом литья это можно определить как деталь у нас имеет сложную форму сложные переходы она достаточно большая может быть и достаточно маленькой ну примерно эта деталь выглядит ну как вот на данном слайде на данной картинке то из этого можно сделать что эта деталь изготовлена методом литья и исходя из этого мы можем сделать предположение что это алюминий типа айл то есть это алюминий кремниевый сплав какой алюминий кремний медный алюминий магниевый и алюминий медный сплав то есть исходя просто из обычного осмотра и предположений каким методом наша деталь изготовлена можно сделать литейный это алюминий или нет и ориентировочно сориентироваться в марках алюминия Если осматриваемая деталь изготовлена из листовых материалов, например, лодку изготовили с применением сварки или без, то материал из которого изготовлена деталь будет алюминиевым сплавом типа AMG или AMC. То есть это алюминий магниевый или алюминий марганцевый сплав. На основании этого вы уже можете выбрать, допустим, электрод, каким вы собираетесь уже этот материал варить. Следующий тест. Это огневой тест на алюминий магния. Я бы сказал, что это довольно интересный тест. Суть данного теста в чем заключается? Мы берем наш тестовый образец, берем напильник и с этого образца начинаем строгать стружку. Стружку мы собираем в какую-то емкость, сухую, чистую. Стружки нам надо немного, я вот тут написал, примерно пол чайной ложки. Но это кому сколько надо, чтобы это определить. Затем мы берем собранную стружку, берем спичку или лист бумаги, поджигаем и начинаем сыпать на пламя либо горящего листа, либо спички. Как это выглядит? Ну, выглядит это примерно следующим образом. То есть, вот как вы взяли из солонки соль и начинаете солить там или перчить ваше блюдо там, примерно точно так же вы сыпите вот эти вот стружки на пламя ваше горящее. И исходя из этого вы определяете, какой материал. Если опилки в пламени у вас светятся, просто светятся, то это у вас алюминий. Если некоторые опилки вспыхивают как искры, вот как у бенгальского огня смотрели, так искра отлетела и она вспыхнула, то это магниевый сплав. Если все опилки вспыхивают как искры, то это магний. То есть, исходя из этого, вы можете сделать какое представление? Если это чистый алюминий, то его можно сварить. Если это алюминий-магниевый сплав, то его тоже можно сварить. Если это магний, то сварить у вас его не получится, он у вас не будет вариться, он у вас может сгореть. Следующий тест это химический тест на алюминий и магний. То есть, воздействуя на... Андрей Воронеж, я не совсем понял, что вы имели в виду марганцовку добавлять. Поясните, пожалуйста. Химический тест. Он заключается в том, что вы воздействуете на материал химическим веществом. И на основании этого у вас складывается мнение, то какой это материал по реакции. То есть, что для этого надо? Вы берете алюминиевый образец, зачищаете до металлического блеска. Наждачкой я не рекомендую это делать, так как останутся борозды. Останутся включение вот этих вот элементов, из которых сделана наждачка, и они будут вам мешать. Хорошо, Андрей, я понял. Ну, можете добавить, только я думаю, вы знаете, какой эффект будет. Можете еще пережженный медный купорос добавить. Эффект будет примерно тот же. Вот. Зачищаете поверхность. При этом щетка, как вы помните, у вас должна быть из нержавеющей стали. Длина щетинок примерно 30 мм. Диаметр примерно 0,15 мм. Зачистили, потом берете одну-две капли 20% раствора каустической соды, по-другому это гидрооксид натрия, и капаете на зачищенную поверхность. Тестируемый образца. Через 5 минут смываете чистой водой место нанесения раствора каустической соды, и смотрите, что же у вас получилось. Если поверхность образца, обработанная данным реагентом, стала черной, то это либо алюминий-медный сплав, алюминий-никель или алюминий-цинковый сплав. Если серый или коричневый, то это алюминий-кремниевый сплав с содержанием кремния 2%, вернее более 2%. То есть это наши литейные сплавы, алюминий-кремниевый или, допустим, силуминный те же. Если поверхность стала белой, то это чистый алюминий. Если не изменилась, то это магний. Это вот тот тест, который можно воспользоваться при определении алюминия. Также вот еще можно, допустим, некоторые материалы определять методом приварки куска к нему какого-нибудь. То есть, если кто сталкивался, то зачастую берется небольшая стальная пластинка из стали 3, берется электрод для сварки данного материала. Ну, если это отечественный, то это MR3, но не особо вам рекомендую им пользоваться, так как качество пока желает лучшего этих электродов. Либо, допустим, наш 3 пятерки или 514 КБ. Ставите его, этот кусочек металла к поверхности и провариваете небольшой шов. А потом молотком пытаетесь отбить этот материал. Если материал отбился с хрупким разрушением, то есть, как бы, сварочный шов у вас выломался вместе с куском металла, то это будет вам говорить, что это, ну, к примеру, я сталкивался со сталь У8, тот же чугун. А если материал остался, то это какая-нибудь обычная черная сталь, типа стали 3 или стали 10. В отношении титана, ну, тут еще по своему опыту скажу, что титан достаточно интересный материал. Я вот пробовал его определять немножко по-другому, но тут нужен определенный опыт работы с титаном. То есть, если взять титан, чтобы его определить, что это именно титан, надо воспользоваться именно тиг-сваркой. Взять горелку, разогреть металл до расплавления и, выключив горелку, дать металлу остыть слегка. Чтобы он затердел и температура была близко к 600 градусов. Если расплавленная поверхность у вас будет золотистая или золотисто-желтая, то это вам скажут о титанику. Но этого, как бы, мало. Второй тест надо провести. Также взять, разогреть этот титан до расплавления и чуть-чуть подождать и потом сразу отнести горелку. И если поверхность станет синевато-фиолетовая или синеватое, это второе подтверждение, что это титан. Почему? Титан очень активно окисляется. Поэтому его надо защищать активно нашим инертным газом. То есть, вот эти две манипуляции мне помогали определить, что это непосредственно титан. Ну, это лично из моего опыта. Если кто-то хочет побаловаться с определением меди, но есть один способ. Берется немножко стружек меди, кидается в пробирку, добавляется серная кислота и нагревается. Если выделяется такой оранжеватый газ, он называется бурым, то это вам скажет, что это медь. Ну, это уже из кольного курса физики такой способ определения. Ну, я думаю, у меня это все. То, что я хотел сказать по определению марки стали и материалов. Надеюсь, это вам существенно поможет в вашей работе по определению марки материалов при определении и подборе материалов. Если у вас есть вопросы, то я готов ответить. Еще раз напоминаю, что если кому нужна таблица или какая-то информация по определению материала, то есть, допустим, материал по искре или еще что-либо, напишите мне на почту или в скайп, я предоставлю вам информацию. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. И пока мы будем заниматься и ожидать, есть ли у вас вопросы, давайте еще потренируемся. Вот я показываю вам материал. Вот этот вот. Кто-нибудь скажет, что это за материал? Еще предположение есть. Ну давайте, вы же вебинар прослушали, иначе у вас должны быть какие-то мнения. Мне просто интересно, как в пустую он прошел или нет, отложили знания, есть предположение. Логически рассуждаете вы, что это за материал? Покажу еще раз. А, с торца. С торца это неинтересно. Вот у вас есть деталь, вы можете только с этой стороны посмотреть, с торца не можете. Надо исходить из тех условий, что вы в реале можете увидеть на заводе или на том месте, где вы это будете варить. Так что давайте, окислы я сниму, не переживайте. Я хочу первичное положение увидеть. Ладно, все. Снимаю окислы, как все просеют. Ну, если кому не видно, то это, да, действительно медный сплав. Его нагрели, к нему приварили стальную пластину. И вот он принял вот такой цвет и такой характер поверхности. Вот. То есть, как бы вы понимаете, что надо, во-первых, посмотреть на внешний вид. Кто-то правильно сказал, там, потереть по нему чем-нибудь, чтобы снять эту окалину. И на основании этого можно определить материал. Ну, по крайней мере, предположить, что это за материал. Предположения были верны с точки зрения того, что, допустим, это медь. Ну, предположения оправдались. Если у вас есть вопросы, я готов ответить. Если нет, ну, тогда всего хорошего. До свидания. Жду ваши вопросы, если они есть. Вопросов нет. А остальные... Хорошо, я понял.